доброго времени суток друзья здравствуйте продолжаем тему полезности ягод и сейчас сбор самый сезон урожая вот этих ягод и приобретение заготовка для себя и так и ягода вы подумаете что это клюква но увы нет это не клюква клюква была в том блоге но это ягода что-то там что-то совпадает с этой ягодой из клюквы одинаковые практически свойства но немного отличаются в основном их путают и так друзья брусь ника это ягоды как и предыдущих блоков и по блоге я говорила про клюкву немного историю что это тоже такой же кустарник как и клюква растет стереться что называется к семейству клюквенных он относится друзья ну вот таки их ну брусния клюква она кисловато если кто-нибудь а брусник она такая мягенькая мягкий вкус более такая щадящая ну естественно свое родина американские европейские страны но культивируется она может все у нас тоже культивируется на сбору и он европейских два раза юли октября вами в американской бруснике так что брусники еще разные американской брусники один раз в год и которые в октябре брусник собирают она более крупнее то есть не очень любит солнце из брусники изготавливают вины в кулинарии или сиропы ликер и желе изготавливают также и широко применяется и в медицине обрадает лечебным свойством изготавливают медикаментозные препараты значит состав брусники друзья это вы даже не представляете какой состав и скольки болезни до профилактика каких болезней очень много значит состав витаминов 100 грамм с 17 процентов и 7 pp21 b1 минералы кальция 4 калий калий 3 железо 2 фосфор 2 магний 2 значит польза брусники при таких и заболеваниях для сустав снимает воспалительный процесс для у кого артриты рематоидные для сустав для сердца брусника помогает контролировать уровень сахара в крови немаловажно для диабетиков вот я хочу сказать что я в свое время тоже принимала бруснику и тоже по 0 применок относительно большой период времени тоже дает результат хороший также как и клюкву употребление брусники поможет такими начать расслабить артерии сердца нормализовать кровоток это немаловажно замедлить атакой атероскортический такой путь и снизить уровень этих три глицеридов ягода брусника снижает также и хорест или хорестерин то есть там же присутствует вот эти кислоты я сейчас побольше скажу там из кислоты такие как омега 3 6 очень интересно значит болезни кто приводит сосудию заболеванием брусника помогает высокий уровень калия для мозга и нервов друзья улучшает память это немаловажно для глаз брусника для бронхобактерии убивает потому что есть она обладает антимикробным действием так что если вы например у кого-то проблемы с десеном кариес то вы можете ягодку убрать и разжевывать потом естественно прополоскать и вот эта бактерия как бы уйдет то есть облегчит для желудочно-кишечного тракта она оказывает противовоспалительные и укрепление укрепляет действие на кишечник укрепляющее действие по дается она способствует выработка здоровых кишечных палочек с помощью страницы диареи запор и вздутие живота для контроля веса тоже помогает как клюкву потому что находится кислоты и мало калорий но здесь больше калорий калорий я не сказал начали значит 46 а в этой клюкве было 26 вот какая разница для почек и половой системы то есть это значит антиоциана находится там и уменьшая воспаление почек употребляет ягоды при инфекционных таких мочевых путях даже избавляет от камня почек поэтому у кого есть большие это в общем все это консультироваться с доктором и нужно применять с осторожностью брусника еще как применяется как мочегонные средства ну и для кожи тоже очень хорошо устраняет пигметные пятна для иммунитета брусника содержит клетчатка растительные комбоненты витамины для деток тоже очень полезно приучать их вот к этим ягодкам постепенно естественно вначале как-то разводить жемы желе а потом со временем уже эмоции там всевозможные обладает это ягода большим количеством как я уже сказал витамином c витамин c значит эта ягода еще стимулирует лейкоциты защищает организм от инфекции естественно ну брусника при беременности при беременных при беременности очень полезно но тоже дозировка должно быть нельзя передозировать витамин е способность развития плода тоже для ребенка там есть присутствует витамин е в этой ягоде так что вот такие вот ну и естественно я уже сказал что можно готовить варенье и всякие жемы нос и так далее но и можно заморозить друзья вред и противопоказания брусники бруснику нельзя и аллергиям и естественно аллергикам и вред может и также быть все таким людям которые проблемы с печенью по этой причине уже ягода очень с осторожностью в общем все концу консультироваться у доктора все вопросы применение этих ягод консультироваться с доктором я еще хотел сказать вот у меня еще время есть сказать вам о листе то есть вот лист перед вами то есть брусничный лист тоже полезен но как вот вообще я вот и не говорила про клюк там тоже полезные вещества есть и также лист брусничный тоже оказывает противовоспалительные антисептические антибактериальные действия помогает при жаре дефекционных поражения организма благоприятно действует на в общем там находятся такие вещества как антиоксидатели дубильные вещества то есть образование препятствия образование свободных радикалов и вот вот этот чаек например для деток можно то например ягода они может не захотят она кислая и так далее а этот чаёчек из этих листов можно сделать засушить или заферментировать ферментировать смотрите в интернете или у меня есть блог я просто рассказывал не показала рассказывал как ферментировать а лист любой лист еще получился чай заморозка потом разморозка ну вот такой период который хотите просто засушите тоже будет польза вот я немного хотела вам рассказать об листочке также это лети этот листочек хорошо помогает для желчи значит кого проблемы значит же желчи ночью с желчным пузырем он из печени у нам а такими отечными проблем то есть избегает отечность и проблемы с печенью находится фитоциты в этом зеленом части растения вот то есть в листочках препятствуют развитие опасных бактерий кастафилокок поэтому вот листочки тоже если вы попадете вот где-то сами эту бруснику будете рвать то и рвите и листочки не саму ягоду и листочки также это брусничные листочки можно применять при проблем пищеварения опорно-двигательной системы печеночных уже вас склад при сахарном даже диабете так что не только я уже много раз говорила что в любом для кусти дерево полезно от корня до цветочка то есть и листочки тоже полезны немало практически обладают одинаковыми действиями про практически не все она практически поэтому и приятный чай будет пить он будет мягко мягко пицца так как некоторые добавляют сахар и он будет или мед но мед нужно просто остывший так что я вам рассказала вот немного о бруснике немного больше о бруснике немного а ягодка и вот я хотела вам показать значит сколько витамина c вот эти вот список значит в граммах сахариды 81 угледоводов 82 белков 07 жиров 05 так что вот такие вот друзья приобретайте все эти ягоды чтобы они у вас были что называется в течение всем в всей зимы вы употребляли и меняли например немного несколько дней одну ягоду в другую листочки то есть постоянно у вас вы обогащали свой организм спасибо за внимание здоровья здоровья я донесла для вас информацию не забывайте приобретайте два аптеках можно приобретать в аптечной сети приобретайте заготавливайте пользуйтесь не забывайте о природных о наших природных горах здоровья здоровья и еще вам здоровья берегите себя до новых встреч пока пока а